У меня сегодня домашний влог, Лёха сегодня дома, ура, у меня, значит, выходной, почти, почти выходной, я хотя бы, ну, я хотя бы делаю, видишь, какие-то дела, обувь сейчас зимнюю перебрала, на балкон он постоял, у нас на балконе сейчас завал, скоро будем собираться, видишь, все, в чемоданы, в люльки, вон обувь стоит, сушится все зимние, надеюсь, зимы не будет теперь, потом в коробке убрать останется, топит, у нас просто нереальная сейчас жира дома, они дурынды, да, так топит сильно, что это просто дома баня, голые, раздеты, позвонить, ну, может, сейчас позвоню тогда, сейчас ты освободишься, и мы тогда сейчас скоро спать пойдем, мы потом, сейчас Лёша пойдет дела, дела свои делать, занятия, да, Лёшка, я его не снимаю, он, мы все раздеты, ну, конечно, он в трусишках, трусишках, скажи, я его в штаничках ползаю, иначе ноги будут потеять тоже, бедная, не знаю, может, батарею отключить, будет полегче, Рыжик вообще уже с ума сошел, кстати, на шкаф туда вот забирается наверх, и писает там. Ева, покажи, как машинка едет, нет, это не самолет, зайка, это машина, так, она катается, он так смешно катает машинки, и самолетики, неужели, да, летает этого? Тут такой прикол в книге, по Мени Гена, не имени. У нас сейчас закрыты все эти организации, мне надо звонить по поводу электричества. Вот это. Как его называется, Лёша, я все время зваю, короче, какой-то там МОС, МОС Энерго СБ, это морская у меня здесь, а там, я уже не знаю, как он будет, смотри, какой бардак, Лёшка, у меня он маленький. Лёшечка, если ты здесь не играешься, убери, пожалуйста, все, ладно? Потому что сейчас то нужно будет, и задание надо делать. На кухне у нас стоит вентилятор, у нас сегодня домашний будет с вами влог. Всем привет, и еще раз привет, спасибо вам огромное, что меня смотрите, пишите комментарии. Приятно, честно, я прям радуюсь, что вы смотрите мои влоги. Лёшику вчера в диском мире взяли вот эту тетрадку рабочую, сейчас будет Лёша здесь заниматься. Кстати, очень прикольная такая. На американский стиль у них в этом садике такие. У нас здесь дискотека. Ева, давай. Ладно, сейчас вот так вот, видишь, с ноги на ногу. Молодец, молодец, Ева. Давай, танц, танц. Тёп, тёп. Мы сходили погуляли около машины, как всегда, мусор выкинули, магазин нашли, я без детей. Лёшка сидит дома. Ева хочет пульт забрать у Лёши, он играет в Соньку. Нельзя. Ева, там, папа вчера к нам приехал, говорю, я уже слышу, как говорю, приехал папа. В общем, вчера Лёха купил вот такой вот кондиционер. Напольный. Ну, он вот такой, видите, туда наносится. Там надо поставить ещё бухланочек туда. Здесь мы ничего не делаем, потому что, ну, переезжать будем, и смысл нам на три месяца. Переезжать. Да. Пока будем пользоваться таким, у нас с ума сошли. Отопление. Лёш, не надо его тут кидать. Видишь, что творится? Топится всё. А сейчас мы скоро будем разбирать вот этот стульчик Кузя и посмотрим, что это за стульчик. Смотрите, Рыжик. Рыжик, ты что спрятался? Сейчас в коробке перебираем обувь. Кажа и занят своим делом. Ева у нас ходит на коленях. У меня новая игрушка. Игрушка, да, новая. Так, а мы сейчас будем распаковывать стульчик. О, как, прикинь. Недовольная, прикинь. Итак, к сожалению, у нас все инструменты на участке. Это у нас, я заказала детям. Наверное, детям заказала. Сейчас посмотрим, что у нас в комплекте. Заказала растущий стульчик. Кузя, это сделано в России. Срок службы у него 10 лет. Выбирала я по отзывам. И по цене, потому что это дерево натуральное. И еще потому что... Чего там у тебя? Цена доступная. То есть такой стул у меня стоил 4 500. И он еще крашеный. Когда обычный стульчик не крашеный, деревянный. Вот картинка с самого правого. Да, сейчас вам покажу на сайте точно. Вот такие, видите, у них цены доступные. И большой выбор. Мне привез курьер с ДЭК. Прямо доставка на дом была очень удобная. И стульчик выбирала так, как дом строится туда. И всем советую, кто ищет, покупайте, заходите к ним на сайт. Ссылка будет под видео. Самая главная ссылка, да, под видео, чтобы вы не потеряли, где я заказывала. Смотрите, вот он. Видели? Цвет венки. Там разные есть. Красные, голубые, зеленые, желтые. Ну, коричневые. Все собрано хорошо, аккуратненько. Наклеечки пока не клеим? Наклеечки нет пока. Так, знаешь. Ставим наклеечки. Что там такое? Да. Папа и стул собирает и еще проектирует гараж. И отцу моему домик надо. Лешка довольный. Вот сделана пленочка специально наклеечки, видите? Не каждый производитель вот это вот заморочится. По мелочи. Стоит 3 копейки на самом деле. Вот это сделать, купить плоттер, вырезать, подготовить. И просто человек, чтобы взял, наклеил. И просто мебель не царапается. Когда вы состыковываете одну панель с другом. Ну да. Она не ширкает, а здесь не затирает. Это вот такая мелочь на самом деле. Она просто продлевает срок. Внешний вид остается дольше. Наклеечки, видела какие? Что там у тебя? И пленка хорошо клеится такая, реально. Папа лежала. А по группам, да, я видел у тебя группа там сделана. Слои, слоями, но буду сейчас... Лешек у нас умничка мальчик. Вчера занимался, да? А дай покажу, где слои. А мы не разукрасили, потому что, нет? Какое-то задание, одеяло. Розовая овечка. Ну-ка, давай сидимся, сейчас ручку берем. Как интересно, Ева, когда видит то, что Леша занимается, она тоже просит карандаши. У меня пустой по каре пищет. Молодец, бывает прям ровно, правильно держит карандаши. Ты хочешь в коляску сесть? Буква Б? Камеру взяла? Не, да, нет. Смотри, что. Помощь нужна, дай? Вау! То есть его ты можешь потом регулировать, правильно я так понимаю? Делать ниже, выше, дай? Да, можно перестараться. Ну вот поэтому он называется растущий стульчик. Сейчас с Евой будет сидеть у нас. А меня одно садилось. А, вот так? Ева будет на полу сидеть, а Леша повыше тогда, дай. О, здорово. Ну-ка, Ева, садись. Итак, Ева, ты будешь кушать так сидеть, представляешь? Ева, стул, ты видел какой, а? Она не поймет. Попробуй, смотри. Так, скажи, где это я? Да. Леш, держи, я боюсь, ты чего? Да я ее уже. Уживай, я тебе поделюсь, что ты его. Нравится? Нравится? Она сидит... Ее как вот, смотри, встать хочет, да? На Леша у нас сходит раздетый. Да, это нечто вообще. Лешка. Полезет? Был пониже, залезла. А ты помоги чуть-чуть. О, ну смотри как. Опа. Топ-топ-топ. Здрасте. Да, залезла. Здрасте. Ку-ку. Зайчик. Да, и смотри, сама развернулась и села. Ножка только застряла одна, да? Селышно. Ура! Сели, да, Ева? У меня его любимая игрушка. Зверек, она его обнимает. Спит Ева, он пшшшш. Спит. Спит, да? Сейчас дела сделаю, еще немножко на нее скоро уходить. И поеду кое-куда. Это уже будет в следующем выпуске. Ева с воской готовится к сну. Да, она с воской настолько когда спать ложится. Идет, спать хочет. Так без воски научилась нажимать. А, ну вот что. Как это? Он туда за это что-ли? Как это? Полиптик. Серьезно? Кусочек, да? Ева, пойдем скорее. Пошли. Танцы. Играю. Нажимай. Где побольше, хоть сюда. Насколько и киевские липучки закончатся. И чем нам шерсть отдирать, неизвестно. И когда откроют икеи, тоже неизвестно. Когда этот карантин снимут, скорее всего, до конца июня будет карантин. По-любому. Но мне интересно, а если вот так вот те срочно надо сесть в машинку, вот поехать. Вот как нет пропуска. То есть, вот допустим, не знаю, а мне папе вот там станет плохо. Я своих два пропуска использовала. И третий, ну то есть, раз допустим, папе вот мне надо будет срочно не хотеть. И как делать вообще? Я вообще в шоке. Мне надо какой-то немножко... И бред, и не бред. Короче, не поскорбит. Просто все закончилось. Вот и все. У Евы вот такие вот лакомые кусочки. И ей не нравится перекус перед сном сейчас такой вот. Слышите? Зверек, зверек бессит. Скажи всем пока-пока-пока. Пока-пока-пока. На тебе кусочек. Пока, скажи, пока. Мы сейчас увидимся скоро с вами в новом влоге. Ням-ням. Вкусно? Жарко дома. Сейчас дождик у нас на улицу. Еще? Подожди, если что, я эту прожую. Это все рассыпешь. Жуй-жуй. Жуй зубками. Ням-ням-ням. Ням-ням. Да, вот так. Ням-ням-ням-ням. Зубками. Где у Евы зубки? Надо зубками кушать. Ням-ням-ням. Опа, она проглотила какой-то кусочек. Ам-ам-ам-ам-ам-ам. Пока-пока. Я сделаю кис. Ой, молодец. Му-а-а. Кис. Кис. Субтитры сделал DimaTorzok